Сегодня я хочу вам рассказать о способе нарезания резьбы на текарном станке с размыканием маточной гайки. Я сам не так давно начал пользоваться этим способом и хочу поделиться своим опытом. Метод мне очень понравился, ускоряет работу в разы. Попытаюсь вам все подробно рассказать и показать. Поехали. Чтобы все получилось есть несколько нюансов которые вы должны точно знать. Первый из них это шаг ходового винта. На моем станке этот показатель равен 6 миллиметрам. Просто не все резьбы можно нарезать с размыканием маточной гайки. Главное условие чтобы шаг ходового винта был кратен шагу нарезаемой резьбы. Еще раз акцентирую у меня шаг ходового винта 6 миллиметров. Таким способом мы можем нарезать резьбы с шагом 0,2, 0,3, 1, 1,5, 2, 3, 6. Потому что при делении 6 на эти числа получается целое число. Нужно считать одно число делить на другое. Обязательно должен быть целый остаток. Если вы никогда не видели маточную гайку показываю. Вот она выполнена из двух половин из бронзы. И при нажатии на рычаг она замыкается на ходовом винте. При его вращении передается движение на каретку. И в нужный момент при нарезании резьбы маточная гайка размыкается. Движение останавливается. Останавливается нарезание резьбы. Резец выводится. И уже вручную мы суппорт возвращаем в начальное положение. Опять заглубляемся на необходимую величину. Немножко. И снова замыкаем маточную гайку. И продолжается нарезание резьбы. Тем самым возврат резца осуществляется очень быстро. И не нужно тратить время ждать пока резец вернется с замкнутой маточной гайкой в начальное положение. Давайте от слова к делу. Покажу вам на примере наружной резьбы. Будем нарезать шаг 0,5 мм. Настраиваем станок на заданный шаг резьбы. Нужно выставить рычаги в положение G2. Слегка касаемся резцом детали. Выставляем лимт на 0. Устанавливаем в рычаг в положение нарезания резьбы. Заглубляемся на одну десятку. Замыкаем маточную гайку. И нарезание резьбы началось. Размыкаем маточную гайку. Выводим резец. Вручную возвращаем суппорт в исходное положение. Заглубляемся еще на десятку. И так далее. Как же жарко в мастерской. Особенно актуален этот способ. При нарезании резьбы на высоких оборотах. Или нарезании резьбы в упор. Чтобы вовремя остановить движение. И успеть вывести резец. Сейчас попробуем это сделать. На 1250 оборотов в минуту дорежем эту резьбу. Также этот способ очень ускоряет работу при нарезании крупных шагов. Там очень много раз приходится повторять процедуру заглубления и вывода резца. В разы ускоряется нарезание многозаходных резьб. А теперь для примера я вам покажу что будет если попробовать нарезать шаг резьбы. Который не кратен шагу ходового винта. Например шаг 1.75 миллиметра. Шаг 1 и 2 виток не совпали. Я еще раз повторю это очень простое. Но очень важное правило. Если вы хотите использовать данный метод нарезания резьбы. Шаг ходового винта вашего станка должен быть кратен шагу нарезаемой резьбы. А теперь попробую нарезать более крупный шаг 3 миллиметра. Смотрите, по льетам без закdalения резьбы находится в содержащийną и без запас. Здесь ставьте расходы нарезаемые exercises. Дост–de arbets чёрты с обычной кор追悶. А теперь вы 조тиерный метод нарез텐 ротовое какое-то. Продолжение следует... Продолжение следует... Готово. Этот способ нарезания резьбы мне очень понравился. Действительно значительно ускоряет работу. Всем рекомендую попробовать его. А теперь для тренировки я попробую таким способом нарезать многозаходную резьбу. А именно 6 заходную. Будет 6 заходов, 6 витков с шагом 2 миллиметра. Значит ход резьбы будет 12 миллиметров. 6 на 2 12 миллиметров. Настраиваю станок. Делить буду смещением патрона каждый виток на 10 делений. Так как у меня 60 делений, 60 на 6 получается 10. Режем второй виток. И так действительно гораздо быстрее. Не надо ждать пока суппорт вернется назад. На некоторых перемещении, 12 миллиметров. Очищем патрона для ремонта. Например, не знаю. Посмотрим. У меня виток с шагом 2. У меня есть время. Назвить тренировки. У меня нет. У меня нет. Получилась вот такая красивая шестизаходная резьба с шагом 2 миллиметра и сейчас хочу попробовать по-быстрому сделать ответную. Опять же для тренировки. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. То же самое будет происходить, если мы настроим станок на шаг 24, то резец при нарезании постоянно перескакивает и режет то одну канавку, то другую. То один виток, то другой. И проконтролировать какой именно сейчас он будет нарезать невозможно. Сейчас я попробую вам это визуализировать. Закрашу все витки и без смещения патроном, либо без смещения лимбом, ничего не трогая, просто размыкая, замыкая маточную гайку, вы увидите, что резец за один подход, так сказать, может нарезать сразу два витка. Это нужно учитывать. Итак смотрим, кроме размыкания, замыкания маточной гайки больше никаких манипуляций производить не буду. Продолжение следует. Итак, вот первый виток, а вот второй виток. Эти витки симметрично расположены относительно друг друга. Правда проконтролировать какой именно виток сейчас будет нарезать резец невозможно. Он может подряд пять раз попасть в один и тот же виток, а шестой раз перескочить. Все это зависит как маточная гайка попадет или нет в то же место ходового винта. Поэтому для кратных шагов, превышающих шаг ходового винта, такой способ не удобен из-за невозможности контролировать какой именно виток сейчас нарезается. Я приноровился, я много раз прохожу, визуально контролирую, но это тем самым замедляет работу. Поэтому смысла особого я не вижу. Для многозаходных резьб пользоваться таким способом. Но для эксперимента я сейчас дорежу этот шестизаходный винт и мы попробуем все ли правильно получилось. Смотрим. Вроде все получилось хорошо. И сейчас закручу гайку шестизаходную. На вид вроде обычная резьба с далека между витками 2 миллиметра, но за один оборот гайка делает смещение на 12 миллиметров. Такие резьбы часто используются для передачи быстрого движения. Например в фотоаппаратах, чтобы долго не крутить фокус. Или такие еще резьбы используются, например в поседневной жизни можно увидеть в 3d принтерах. На этом у меня друзья все. Надеюсь информация из видео вам была полезна. Всем пока, до скорых встреч и используйте правильную резьбу в правильных местах.